В эфире новости на 9 канале в студии Анны Семенова. Здравствуйте! Сохранить плату, но уменьшить рацион или поднять стоимость и оставить качество и размер порции без изменений. Для управления образованием выбор был очевиден, а плату за детсад придется повышать. Сумма в квитанциях не менялась уже три года. Сегодня питание в саду обходится в 129 рублей в день. В 2023 стоимость поднимется до 140 рублей. Согласны ли родители платить больше в нашем репортаже? За год говядина и картофель подорожали в полтора-два раза. Сливочное масло с 420 рублей за килограмм выросло до 610. Капуста показала троекратный рост. С учетом этих реалий плата за детсад в следующем году вырастет. Повышение для скольчан будет поэтапным. С января поднимется на 300 рублей, а с апреля еще на 270. Вызвано это, к сожалению, с тем, что начиная с 2020 года рекомендуемые цены практически возросли на 100%. В течение трех лет мы не поднимали эту оплату, но, к сожалению, вынуждены сделать это. Повышение пройдет планово. С 1 января 2023 года родители будут платить 2330 рублей и с 1 апреля 2600. То есть общее повышение пройдет на 570 рублей. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сохранить тот рацион питания, который есть на сегодняшний день в дошкольных учреждениях. Информацию о повышении сначала озвучили на общегородском родительском собрании, а затем в садах. Завтрак, обед, полдник и ужин на ребенка обходятся в 129 рублей. Из этой суммы родители оплачивают 97 рублей. Остальное – за счет муниципалитета. За счет родительской платы приобретаются продукты питания. У нас это составляет практически 96%. Моющие хозяйственные средства, медикаменты, бумажные полотенца, туалетная бумага, уважаемые родители. Она тоже приобретается. На это идет 4%. В Староскольские сады ходят 11,5 тысяч малышей. Семьи с детьми-инвалидами и дети-сироты, а таких в Старомосколе более 200 человек, освобождены от платы за сад. Многодетные оплачивают 50%. Кроме того, родителям положена компенсация. На первого ребенка 20% среднего размера родительской платы. Это 1900 рублей за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных организациях Белгородской области. На второго ребенка 50% среднего размера родительской платы. На третьего и последующих 70%. Как правило, любое повышение люди встречают в штыки. Но новость об оплате за детсад родители приняли с пониманием. Прошло повышение цен на товары первой необходимости. В связи с этим мы заботимся о своих детях и хотим, чтобы они правильно питались. Мне кажется, родители спокойно отнесутся к тому, что цены повысятся. Как я уже говорила, это ожидаемо. Мы донесли до нас все. Как говорится, разживали. Что у нас не просто спонтанное повышение цен, а именно нам объяснили почему. Абсолютно адекватно и спокойно мы к этому относимся. Мы понимаем, что происходит рост цен. Все меняется в этой жизни. Я считаю, что это вполне обоснованно. Это нужно делать, чтобы наши детки питались, так же продолжали хорошо, полноценно. Это не такая большая сумма. Это не тысячи. Не тысячи. Я думаю, что вполне это доступно. Я понимаю, что это было неизбежно. Для моей семьи это не сильно отразилось. В финансовом плане работает супруг, работаю я. Плюс государство нам дает такую возможность получать компенсацию за оплату сада. Мы платим полную стоимость, из которой 20% со средней оплаты нам возвращается. Сегодня староскольцы за детсад платят на 200-300 рублей меньше, чем в Губкине, Шебекине или Валуйках. Одни из самых высоких цен в Белгороде и Прохоровке. Около 2800 рублей. Почти на тысячу больше, чем сейчас у нас. Лариса Ульяненко, Алифтина Меньшикова, Евгений Левошко, Михаил Локтенов, 9 канал. В Белгородской области с 1 января повысится плата за капремонт. В высотках с лифтами взносы вырастут с нынешних 9 рублей 32 копеек до 10 рублей 10 копеек за квадратный метр. В домах без лифтов плата поднимется с 9 рублей 12 копеек до 9 рублей 79 копеек. Увеличение тарифов объясняют подорожанием строительных материалов и монтажных работ. Центр сопровождения инвесторов открылся в Старомосколе на базе Департамента имущественных и земельных отношений. Так, администрация округа намерена упростить задачу бизнесу, который способствует развитию территории, создает рабочие места, становится новым источником налоговых поступлений. На сегодня инвестпортфель нашего муниципалитета включает 67 проектов на общую сумму 46 миллиардов рублей. Вместо бюрократической волокиты – стратегическое партнерство. Центр сопровождения инвесторов должен стать единственной площадкой, которую нужно посетить предпринимателю, открывающему или расширяющему бизнес на Староскольской территории. Задача максимум – стимулировать социально-экономическое развитие округа. Это новый формат взаимодействия с бизнесом, и, конечно, мы надеемся, что мы перезагрузимся в администрацию вот в этом направлении. Это очень важно, потому что сейчас все процессы очень быстро должны проходить, и инвестор не должен терять время и определяться, в каком регионе он хочет остановиться. Я думаю, что у нас достаточно на сегодняшний день инвестиционных площадок, которые мы могли бы предложить, и они были бы интересны нашим предпринимателям. Инвестор – не обязательно бизнесмен с миллионным капиталом. В Центр сопровождения могут обратиться как опытные предприниматели, так и те, кто только запускает свой первый стартап. И тем и другим здесь помогут добиться желаемого результата в оптимальные сроки. Основная цель – это минимизировать время его от реализации, от самой идеи до конечного результата. Создание Центра – это инициатива Андрея Валерьевича Чеснокова. По сути, тот вызов, на который он обратил внимание. О том, что в современных условиях надо менять формат отношений с инвесторами и создавать условия, при которых они будут понимать пути достижения той или иной цели. Одним из первых посетителей Центра стал Игорь Можарин. По роду работы ему не раз приходилось заниматься расширением производства. Как правило, это бумажные волокиты и посещение множества инстанций. Преимущество обращения в одно окно он оценил сразу. У меня опыта работы предостаточно в таком направлении, поэтому очень удобно. Пришел с вопросом по поводу аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства, который расположен на границах Староскольского городского округа, конкретно в селе Архангельское. Специалисты Центра сопровождения помогут решить все вопросы на месте. От консультации по формам господдержки до составления дорожной карты. За каждым проектом закрепят персонального менеджера. Организацию переговоров, совещаний тоже берут на себя. Встречи будут проходить за столом без острых углов. В прямом и переносном смысле. Анна Семенова, Евгений Левошко, Михаил Локтионов, 9 канал. Диагноз ДЦП близняшкам Варе и Василисе Белошовым из Губкина врачи поставили лишь через год после рождения. Говорили, девочки не смогут ходить. А сейчас они бегают, занимаются в музыкальной школе и не пропускают уроки физкультуры. Помогла поддержка фонда поколения и мамина вера в то, что все будет хорошо. Когда Варя и Василиса родились раньше срока, врачи успокоили. Близняшки здоровы. Есть, конечно, небольшие проблемы, но у недоношенных деток такое бывает. Ничего страшного, пройдет. А когда должны были пойти уже ближе к году, год месяц был, мы поехали в Белгород к неврологу и вот нам поставили диагноз ДЦП – спастический тетрапорез. Тетрапорез – это самая тяжелая форма ДЦП, потому что поражаются все верхние конечности, все нижние конечности. Это все уходит с пастику, и ребенок чаще всего не может не то что ходить, он с трудом переворачивается и держит голову. Доктора вынесли приговор. В лучшем случае девочки смогут передвигаться в ходунках. Но мама не поверила и начала сражаться за дочурок. Сейчас сестренки не просто ходят, бегают. Но чтобы такое случилось, Карина, по профессии музыкант, выучилась на инструктора ЛФК и массажиста. Возила Варю с Василисой к лучшим специалистам – в реабилитационные центры. И в Калуге были, и в Туле, и в Питере, Москва, Новороссийск. Но в итоге без операции мы, конечно, не обошлись. И в том году мы ездили в Курган к профессору Попкову и прооперировались. У Василисы была сухожилийно-мышечная пластика, потому что у нее была конская стопа. То есть это на пальцах, на очень-очень высоких ходило. И у нее укорочение правой конечности. У Вари, конечно, была потяжелее операция. У нее сейчас стоит металлоконструкция. У нее была реконструкция пяточной кости, удлинение сухожилий. Девочки смогли ходить. Здесь каждое движение считается победой. Если раньше считали пройденные шаги, часто падали, держались за руки взрослых, сейчас первоклассники способны сами добраться до школы. Тогда я вот так ходила. Вот прям на ноготках. Вот так. Сейчас уже так и не встанешь, да, Варь? Стопа была вот так выбернута. И у меня почти пятки исчезали. И пусть шаги даже после операции даются не так просто, как ровесникам, девочки не стали отказываться от урока физкультуры. Хвалятся, что могут отжаться 20 раз. И с удовольствием занимаются в Губкинской музыкальной школе. И мы ходим в музыкалку не с мамой, а с вами. Мама нас ждет на выходе. Несколько лет маму и дочек поддерживает фонд поколения Андрея Скотча. Именно он помог с курсами реабилитации. Каждая реабилитация выходит очень дорого. В районе 400 тысяч. Первые годы я как-то собирала сама. Мне было стыдно кому-то обратиться, потому что я не воспринимала этот диагноз. И вот знаете, надеялась, что вот сейчас учетная реабилитация, и все пройдет. Но на самом деле оказалось все не так. И средства, которые были накоплены, все-таки они, деньги имеют свойство заканчиваться. И мне посоветовали обратиться первый раз в фонд в поколение. И вот последние три года я обращаюсь, и еще ни разу не было отказа. Такое счастье, такое облегчение. Огромное спасибо Андрею Владимировичу Скотчу за то, что он помогает нам постоянно проходить курсы реабилитации. Подобные курсы детям с ДЦП необходимы дважды в год. Даже несмотря на операцию. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Михаил Локтионов. Девятый канал. Последний император возвращается, чтобы снова уйти. Легенда мирового спорта Федора Емельяненко проведет финальный бой в карьере. Соперником Федора станет Райан Бейдер, действующий чемпион Беллатор в тяжелом весе. Бойцы уже встречались в 2019 году. Тогда бой завершился на 35-й секунде. Емельяненко был отправлен в нокаут. Цитата Федора. К сожалению, так получается, что бой пройдет не в России. Я готов в любом месте провести прощальный поединок. Хочу попробовать еще раз и на этой ноте уже закончить. Я чувствую в себе силы. Есть большое желание провести бой за пояс. Матч-реванш состоится 4 февраля 2023 года в Инглуде, Калифорния. На этом у нас все. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. Финское качество по российским ценам. Верхняя одежда найдется для каждого. На ярмарке будут представлены не только пуховики, дубленки, кожаные куртки и пальто, но и меховые шубы. Компания «Лапландия» покинула рынок российский и весь товар, который остался на складах, вывезти из страны нельзя. И было принято решение, все, что осталось, распродать. Уникальная возможность приобрести себе по огромной скидке в 60-70%. Размерный ряд от 46-го до 74-го. Подобрать модель по фасону помогут внимательные консультанты. Это шерстяное пальто, ну даже полупальто, альпака из альпаки, шерсти альпаки. У него в чем преимущество? Оно максимально легкое и выдерживает температуру до минус 5 градусов. То есть, внутри идет набивная шерсть молодого. Вот куртка-пилот, она идет выполненная из телячьей кожи, внутри идет овчинный мутон. Кожа обрабатывается защитным воском. То есть, спустя 5-7 лет носки у нее не будет появляться белых следов затиров. Качественная фурнитура и натуральные материалы. Вся верхняя одежда легкая, теплая, непродуваемая. Также на ярмарке распродажи можно приобрести и обувь. Я взяла ботиночки, очень хорошие. Посмотрите, какие. Ой, вообще, одна мечта. У меня косточка, больные ноги, я уже старенькая. А сейчас какая прелесть. Я одела прямо как там и была. Спасибо, Максимушка. Помимо зимних моделей будут представлены и демисезонные варианты. У нас слышала о том, что финская одежда очень качественная, редкая. За ценой, которая приезжает, и за товаром, которого нет у нас, решила зайти. Взяла себе вот дубленочку, которая леопардовая такая, да, интересная, редкая, просто-напросто эксклюзивная, скажем так. Я рада. Посетить финскую ярмарку можно с 5 по 10 декабря в торговом центре «Валенсия» по адресу. Улица Ленина, 40. В студии Анастасия Яконникова. Здравствуйте. В выходные встретят староскольцев морозом. По данным гидрометцентра, в субботу 3 декабря переменная облачность. Температура воздуха на протяжении всего дня будет колебаться в районе 5-7 градусов ниже нуля. Ощущаться будет как минус 12. К вечеру ветер изменит направление на юго-восточное, и небо станет ясным. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 9 градусов. Растущая луна – неустойчивое магнитное поле. У метеочувствительных людей возможны головные боли. Атмосферное давление выше нормы – 765-767 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова